Ленчане привыкают к жизни с минимальным комфортом. Полупустые полки магазинов, задержка грузов и даже нехватка медикаментов. Всему виной нестабильный уровень воды. Товары идут с большой задержкой. В районной администрации уверены, решать проблему нужно сегодня, чтобы в дальнейшем не зависеть от сюрпризов природы. Олеся Васева продолжит тему. К полупустым полкам магазинов ленчане уже привыкли. Ассортимент товара напрямую связан с рекой. Она этим летом задает темп работ многих предприятий, регулирует объем снабжения товарами первой необходимости, завоз топлива и оборудования к грядущему отопительному сезону. А сам уровень то падает до предельно низких отметок, то вновь позволяет судам грузиться на 50-70%. Такие колебания мешают планированию. Совещание с членом правительства провели при участии тех, кто сталкивается с проблемой маловодия ежедневно – предпринимателями. Коммерческие грузы зачастую ожидают отправки не один день. Задержки значительны. Некоторые в ситуации форс-мажора могут подождать, некоторые нет. Так еще полмесяца назад в администрации были серьезные опасения, что поселения района могут остаться без продукта первой необходимости – хлеба. В Усть-Куте тогда застряли контейнеры с мукой. У нас на сегодняшний день в Усть-Куте скопил 10 контейнеров с мукой. Это индюйский плыкар, это пеледуйский хлебозавод, это бедиконный вольковец, теретий вольквары. Ну и в целом у нас с продуктами сейчас проблема фактически у каждого из нашего поставщиков. В поиске временной схемы доставки грузов отказались от их перевалки в Нижнем Бестяхе. Она ведет к значительному удорожанию товара почти на 70%. Даже продукты первой необходимости станут золотыми. За помощью обратились компании «Транснефть». Не без прения ее руководство разрешило везти товары по вдоль трассовому проезду. Велись долго переговоры, значит, подключилось также и правительство наше, и мы получили ответ, что они готовы, значит, пропустить машины, которые необходимо будут завозить товары первой необходимости, значит, продовольственные товары, комбикорм для, значит, скота нашего района. Пока искали выход, воды в реке прибыло. Сюда пошли. Но сохранится ли уровень до конца навигации – вопрос. Но уже не до переживаний. Надо думать на будущее. Первое, что нужно сделать предпринимателям весной следующего года – большую часть груза планировать к завозу в первые полноводные месяцы навигации.